Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Козынцева. «Память человеческая. Что хранит она в своих кладовых? Устремленным вниманием в окружающий нас мир, столь блестящий и пестрый в его многообразии, я редко опускаюсь умом в сокровенные подвалы памяти. Между тем, в ее заветных глубинах обретаются иногда подлинные сокровища, ценность которых лишь возрастает со временем». Такими словами начинается книга про Теерея Артемия Владимирова «С высоты птичьего полета», вышедшая в свет в издательстве «Артас». В этом году отец Артемий празднует свой 55-летний юбилей. И в ожидании этого события мы предлагаем нашим читателям книгу, в которую вошли воспоминания о первых 17 летах жизни известного священника, которая началась 21 февраля 1961 года. Итак, о книге «С высоты птичьего полета» далее в нашей программе. В приветственном слове к читателям отец Артемий пишет «С особенной радостью я представляю вам ныне книгу, которая составлена из разрозненных воспоминаний о моем детстве. Признаюсь, что, работая над ней, я иногда улыбался, а иногда горько плакал, уносясь мыслью в далекое прошлое. Я благодарен этому небольшому труду за необыкновенно глубокие и яркие впечатления, которые мне дано было вновь пережить и как бы воскресить в памяти, прежде чем изложить их на бумаге. Передо мной прошла целая вереница людей, бесконечно дорогих и близких по духу, многие из которых уже покинули этот мир. «Убеждён, что и от них не укрылось моё искреннее желание помянуть их добрым, благодарным словом». Автобиографичное произведение про Терея Артемия Владимирова изобилует яркими и увлекательными эпизодами, рассказами и сценками из семейной жизни второй половины XX столетия. С любовью автор рассказывает о своём брате, близнеце Митеньке, с которым он почти не расставался в дни младенчества, отрочества и юности, о старшем брате Андрее, принявшем впоследствии иноческий образ с именем Сергий. Вспоминает о родителях, о дедушке и бабушке. По словам издателей, язык книги выдержан в традициях русской классической литературы. «Простота описания в ней такова, что даже и слова, и строчки не видятся, а только люди и события». Отец Артемий будто проводит своё детство и отрочество и входит в юность на глазах у всех читателей. И вот первые воспоминания, которые читатели найдут на страницах данной книги, посвящены, конечно же, ясельному возрасту автор. Отец Артемий пишет «Помню себя в яслях». Так называлось детское учреждение, принимавшее в свои недра младенцев, родители которых не имели возможности нянчить детей в течение трудовой недели. Это была так называемая пятидневка. И сейчас я всегда вспоминаю ясли, когда до ноздрей доносится казённый запах хлорки, раствором которой нянечки середины XX века усердно промывали кафельные полы в детских туалетах. Как пронзительно, одиноко чувствовала себя душа, вдыхавшая устойчивые ароматы воспитательных учреждений. Слава Богу, что рядом был брат-близнец, общение с которым не давало мне раствориться в коллективе и напоминало о милом доме, удалявшемся от нас на бесконечное расстояние в эти нескончаемые дни пребывания в яслях. «Не думаю», — продолжает автор, — «что воспитательницы были грубы или бессердечны в общении с малышами. Всё в яслях текло по раз заведённому порядку. Сон, еда, прогулки и игры — опять сон». Только, как ни странно, память почти ничего не сохранила из той жизни, где обслуживающий персонал действовал в рамках однообразных инструкций и правил. А малыши обречённо поминовались взрослым, ибо иначе вести себя было невозможно. Да, случались неприятности, именуемые детскими неожиданностями. Бывали огорчения по причине ссор и всевозможных недоразумений. Наверняка раздавался и счастливый смех в минуты досуга. Река времени унесла с собой всё. Но есть то, что сердце помнит и до ныне, лелея, как величайшую драгоценность, мгновенно согреваясь теплотой любви при мысленном обращении к одной и той же картине далёкого прошлого. Этой драгоценностью для автора было время, когда в конце трудовой недели открывалась входная дверь, и на пороге появлялась мама. А вот воспоминания о первом классе. Здесь отец Артемий пишет. Во многих домах хранятся фотоальбомы, являющиеся своеобразной семейной хроникой, современной сагой о форсайтах, написанной не словом, но представленной в фотографиях. Большие и малые, цветные и чёрно-белые, быцветшие от времени и только что напечатанные, милые, бесконечно родные лики домочадцев, родственников, взрослых и детей. Как правило, при неспешном просмотре домашнего архива мы находим снимки, сделанные родителями при поступлении в школу их зайчиков 1 сентября. Первый раз в первый класс. Читатель обращается автор к нам. «Потрудись, вспомни, как и что ты чувствовал в этот незабываемый день». Со страниц фотоальбома на тебя глядит собственное отражение, семи лет от роду, глаза. Точно они суть зеркала нашей души, чистой, кроткой, радостной, распахнувшей себя, подобно осенним роскошным соцветиям астр и гладиолусов, навстречу неведомой школьной жизни. Белая рубашка, новая форма с иголочки, блестящие туфли, подлинное торжество. О поступлении в школу отец Артемий рассказывает следующее. «Мама до сих пор убеждена, что мы с братцем каким-то чудом попали в знаменитую 45-ю английскую школу на улице Гарибальди. Конечно, не обошлось дело без предварительного собеседования. Два курносых близнеца не растерялись и отвечали на вопросы комиссии Бойко, хотя иногда и не в попад. Особенно блистал энергии ума и чувства Митенька. Натура творческая, наделенная выдающимся музыкальным талантом. Нам предложили прочитать наизусть какое-нибудь стихотворение. Митя тотчас начал декламировать. «Травка зеленеет, солнышко блестит». Не успела ласточка залететь в сени, как последовал вопрос об авторе этого шедевра русской поэзии. Стремительный ответ брата определил нашу судьбу. «Детей приняли под заливистый смех дам, нас экзаменовавших». «Майкин!» Вот имя поэта, которого я до сих пор чту, как нашего покровителя, отворившего близнецам дверь в страну знаний. А вот воспоминания из детства на богословскую тему. «Мне вспоминается, пишет отец Артемий, осенняя аллея, золотистые клёны, мало-помалу застилавшие еще зеленую траву газонов своими роскошными листьями, похожими на человеческую ладонь широко растопыренными пальцами. Над головой синело чистое небо, совершенно свободное от тучи. В воздухе пахло свежестью. Утренняя прохлада обдавала нас ветерком, в невидимых струях которого совершали свой прощальный танец, ярко-желтые и красно-зеленые листья клёнов. Два брата-близнеца в мешковатых серых школьных формах с ранцами за спиной поспешали к первому уроку. «Мне трудно теперь передать словом необыкновенную атмосферу этого утра. Вроде бы все было обыденно, как всегда. А между тем наши души, плененные красотой русской осени, устремились вдруг к мыслю в небо, которое раскинулось над нами великолепным пологом. Может быть, мы оба почувствовали тогда то, что я сегодня назвал бы невыразимой тайной бытия. Посмотрев на своего братца, сосредоточенно прокладывающего себе тропиночку среди кленового покрова, я вдруг спросил его, «Митя, а где Бог?» Тот, нисколько не удивившись, взглянул на меня и серьёзно ответил, «Везде». Комментариев и новых вопросов не последовало. Ещё минуту-другую мы медленно брели по газону в молчании. Потом, внезапно очнувшись, поправив ранцы, мы, не сговариваясь, одновременно сорвались с места и побежали по направлению к уже показавшейся вдали школе. Философская минутка прошла так же быстро, как и началась. Судить о ней можно по-разному. Однако я до сих пор помню ответ моего брата Митеньки. «Везде». И там, в недосягаемой выси небес, среди весёлопечальных кленов, и между нами, никогда друг с другом не расстававшимися, везде Бог. Устами ученика второго класса советской школы изрёк слово своё «Создатель видимого и невидимого мира». Более не сказано было ничего, однако сказанного достаточно. В заключительной главе автор рассказывает о своей первой исповеди. Как правило, говорит отец Артемий, «Определяющими вехами судьбы мы почитаем изменения внешнего порядка, и потому так хорошо их помним. Переезд в иной город, страну, обретение трудового поприща, женитьба, рождение ребёнка». Никакой ошибки в этом нет, ибо всё видимое связано с невидимым, временное — с вечным, телесное — с духовным. Сейчас, с высоты птичьего полёта, осматривая прожитые годы, я останавливаюсь на одном, совсем непримечательном событии, в котором, однако, склонен видеть точку отсчёта и одновременно точку опоры всего своего бытия. А это событие и есть первая исповедь. Рассказом о ней завершаются воспоминания автора о детстве, отрочестве и юности. Впереди годы студенчества, учительства и священства. Но это уже другая история. И ещё одна книга про Тарея Артемия Владимирова, которая в ближайшее время будет также представлена в нашей программе. Ну а на этом, дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok